Шаббат Шалом! Мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава Бо. Ночь, хранимая Богом. Всевышний нам сказал праздновать Песох. Есть жертву Песох с опресноками, с горькой зеленью. Каждый у себя дома празднует. Он нам сказал, что кровью Песохов, ягнят, нужно было намазать дверные косяки внутри домов и притолоку. Мы взяли и соп, такая травка, и ей намазали косяки дверей, чтобы ангел-губитель не вошел в наши дома, когда будет уничтожать первенцев Египта. Мы празднуем Песох. Всевышний сказал, что чересла ваши перепоясаны и посох в руке вашей, то есть мы готовы отправляться в путь. В эту ночь Всевышний уничтожил всех первенцев страны египетской. От первенцев фараона, который должен сидеть на троне, и первенцев рабыни, и всех первенцев скота, и узников, то есть очень большое количество народа. И написано, не было дома, где не было бы мертвеца. Почему так они говорят? Ведь первенец. Кто у нас первенец? Это мальчик, который открывает утробу матери. Если рождается мальчик у матери первым ребенком, естественным путем рождается, не кесарево свечение, обычно, то тогда он является первенцем. А если родится девочка первая, то понятно, что первенца не будет. Неужели египтянцы первые рождались мальчиками? Нет, наши мудрецы говорят, у них и девочки, и мальчики, это все были первенцы. Кроме того, египтянки не отличались высоким нравом, и у них были от других мужчин тоже дети, с которыми они спали, и эти дети были первенцы у своих отцов. Поэтому был вопль в Великой Египте, такое страдание было, все пострадали. И у нас есть пост первенцев. Мы празднуем Песох, а перед ним у нас пост первенцев. Первенцы все постятся. Это за день до Песоха. Но, если сделать урок Торы по поводу завершения трактата Талмуда или Мишны, общественно это сделать, и тогда, после этого, разрешено уже в этот день даже первенцам есть. Так делается. Теперь, где у нас в Торе первенцы упоминаются? Закон такой. Если у человека есть дети, он оставляет свое наследство, то он при жизни должен сказать, что двойную долю своего наследства я оставляю своему первому ребенку, своему первому сыну. Это доля первенцев. Мы знаем, что Реувен был первенцем у Якова. Он и остался первенцем от своей жены, от своей мамы Леи. Он первенец у Якова. Но Всевышний сказал, что он нарушил закон. Всевышний нам пишет, что Яков порицает Реувена, потому что он зашел на ложе отца и оскверил того, сходившего на постель мою. То есть он осквернил божественное присутствие, шхену. И поэтому уже мы читаем в книге Евреямим, что первенца перешло к первенцу Рахели Йосифу. И действительно мы смотрим, что у Йосифа два колена вместо одного. Две земли получает его колено. Как бы награда, похоже на награду первенца. Вот так вот у Йосифа. И когда не было у нас еще священного колена Льви, то тогда кто службы выполнял священную, приносили жертвы, это были первенцы. Они были на этой роли. Должность у них была священников. Когда мы себя плохо вели в пустыне, сделали тельца, то Всевышний тогда посвятил колено Льви, которая поднялась на защиту имени Всевышнего. Машин сказал, кто за Бога ко мне, и встали Львиты, и навели порядок, уничтожили виновных, кто был в этом виноват, и не жалели своих родственников даже. В общем, такое страшное событие у нас было. И после этого уже вместо первенцев у нас служит колено Льви. Они держатся на Львитов, на Коинов. Вот это колено сейчас этим занимается. У нас теперь они священнослужители. Что касается первенцев животных, то мы их не едим, мы не можем их продать. Этих животных мы отдаем коинам в Иерусалиме. И они имеют право их есть, коины. Что касается еще, значит, есть и первое животное мы отдаем в храм. Как же быть сегодня? Храма нет. У человека родился первый теленок. У коровы родился теленок. Что с ним делать? Трудный вопрос. Продать не можешь, ничего не можешь, зарезать не можешь, есть не можешь. Очень сложный вопрос. И Рауф Бенфиан Зильбер очень интересно отвечает на этот вопрос. Он говорит, если у человека хозяйство, он занимается, у него ферма, и у него есть животные, коровы, допустим, и вот они рождают, то тогда нужно взять обязательно соучредителя другого человека, не еврея, и будет с тобой работать. По договору все первые животные принадлежат ему. И тогда все нормально. Это животное родилось, первенец, он забирает, и все законно. Даже если ты у него потом его купил, это животное, оно уже не будет являться первенцем, и ты можешь уже с ним поступать, как найдешь нужным с этим животным. Вот так вот. То есть, такой уникальный закон. Не так просто додуматься до такого. Ну, а сегодня наш урок заканчивается. Всем браха, парнаса, кавана, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем все самое на лучшее. Желаю всем крепчайшего здоровья, и пусть весь наш список, который мы читаем, и те, которых нет в нашем списке, все будут здоровы, счастливы, и все будет хорошо. Шаббат Шаллум.